Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 15-й том. Тема «Семья». Вопрос 3007. Раньше, как говорят знающие вас давно, к окрещению допускали более упрощенно. Чем вызваны эти дополнительные строгости и по несколько лет приготовления к окрещению ныне? Ответ Игнатия Лапкина. Тогда не было у нас своей общины, и мы всех до единого крещенных возвращали в ту же неразбериху, в храмы патриархии. Мы печалились о том, но выхода не было. Но когда была создана своя община, тогда мы все нарушения канонов полностью истребили. Да и не все проходят курс оглашения от трех до пяти лет. Иные уже настолько готовы, что им не хватает только крещения. Эти уже через несколько месяцев интенсивной терапии, занятий допускаются к окрещению. Бытует мнение о том, что крещение в младенческом возрасте не обосновано. И, как правило, далее по жизни крещеные в детстве становятся неверующими людьми. Но нам, человекам, надо быть нечрезмерно категоричными в наших умозаключениях и претензиях на окончательный вывод или тем более осуждение. Иное дело суд человеческий, иное суд Божий. Человек предполагает, а Господь располагает. Мне повезло. Аллилуйя! 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 Слава тебе, Боже! Я был крещен, будучи младенцем. Крещение это было страшное, страшное атеистическое время. Воспитывался я в рабочей семье верующих, но верующих более обрядово. Однако веру православную свою папа Андрей Трифонович и мама Мария Федоровна не прятали никогда. В доме всегда были иконы на виду. А над обеденным столом в углу висела большая увесистая икона Благовещения. Отец никому не позволял осуждать свою веру православную. Как он ее считал, и однажды, будучи нетрезв, даже с кулаками доказывал свою правоту соседу, казаху-мусульманину, посмеявшемуся над его верой. Мама же, приобщенная к вере своими родителями, и особенно бабушкой Дарьей, всегда молилась. Но, к сожалению, общалась она и с бабушками Шептуниями, и даже сама лечила, в кавычках, младенцев, страдавших от грыжи. Позже, познав истинную веру православную, став членом крестовоздвиженской общины, приняв крещение через батюшку Иоакима в озере, поселка Потеряевка, раба Божья Мария глубоко и искренно раскаивалась в том до своей кончины. К молитве меня и сестру, мою Надю, родители не понуждали. Как и все дети, мы воспитывались большей частью по принципу подражания родителям. Из детства помнятся посты, но нет тягостных впечатлений от них. Постились у нас по-настоящему только в первую и последнюю неделю Великого Поста. Как-то в рождественский сочельник я один постился по своей инициативе и испытал от того какое-то внутреннее удовлетворение. В праздничные рождественские дни мы с сестрой, вставая затемно, ходили по соседям и славили Христа, добавляя в конце «Открывайте сундучки, доставайте пятачки». Особенно радостны воспоминания, когда мы с сестрой пробуждались от праздничного призывного рождественского или пасхального песнопения родителей, а также когда мы с родителями выходили на Святую Пасху во двор и смотрели, как солнце вместе с нами ликует и играет и прыгает, потому что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Глубоко верующей в нашей семье была бабушка Феодосия Прохоровна, папина мама, две сестры которой были монахинями. Одна из них, приготовившись к смерти, легла на лавку и лежала без признаков жизни три дня, держа все это время поднятую правую руку со сложенными для крестного знамения перстами. Где пребывала ее душа в это время, о том немного ей было дозволено говорить, но дан ей был срок в один год. Ровно через год она, также приготовившись, легла и умерла. Вторая ее сестра, упав на колени, придолго умоляла Господа взять ее вместе с сестрой. К вечеру ее, как рассказывали, охватил жар, и она умерла. В один день вынесли два гроба. Бабушка Феодосия Прохоровна всегда строго постилась. В среду и пятницу круглый год вкушала только хлеб и чай после появления на небе первой вечерней звезды. Она активно общалась с единоверными православными бабушками, собирались для общей молитвы. Бывал у нас в доме также бабушкин знакомый поп Растрига. От него, вероятно, в нашем доме были Библия, отдельно Псалтирь и какие-то книги с красочными иллюстрациями страшного суда Божия. Благодарение Господу. Наверное, отсюда у меня остался на всю жизнь страх Божий. Как-то сами собой в памяти моей всегда было несколько молитв, которые я произносил, обращаясь к Богу в трудные минуты жизни. Все это было основой для пробуждения моей души, которая все время искала истину, жаждала встречи со Христом, с Его Словом. Мое окружение не могло утолить той жажды. Это осознается теперь. А тогда было только блуждание в потемках. Хотя в детской голове возникали вопросы. В чем смысл земного бытия? Где и у кого пребывает правда? Что есть любовь? Может ли быть зависть хорошей, белой? Что есть время? Имевшийся во мне страх вечных мучений от многих грехов меня, конечно, удержал. Но чего я только не натворил, где меня только не носило. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Во мне удивительно уживались и вера православная, бабушкина обрядовая, и коммунистическая религия. Поскольку родители не препятствовали, я был причастен к пионерии, комсомолии. В институте с интересом изучал философию, находя проявления изучаемых законов в окружающей меня действительности. Законы-то нам даны априори, то есть изначально Богом. Но поднимались в сознании и сомнения. Однако из них, если марксистская философия не догма, не абсолют, не вечно, то как она может претендовать на руководство к действию? Далее я два года войсковой врач и политинформатор. Затем в краевой больнице я пропагандист социалистического образа жизни. Профорг-отделение. Изучал, слава Богу, не до глубин сатанинских, йогу, суфизм, биоэнергетику, систему Джуны, главной ведьмы бывшего СССР, деточку Иванова. Был рерихнувшимся. По каким помойкам я только не шарился. И все же временами появлялось чувство вины, чувство предательства с моей стороны. Во всех трудных ситуациях по-прежнему вспоминал Господа Бога в молитвах. Тяжким грузом все мои грехи и блуждания останутся до моей смерти. Господи, помилуй меня грешного, окропи меня и с сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Вот так в потемках и пребывал я более половины моего земного века. Наконец, женившись, решил сосредоточить все свои усилия на воспитании детей, к чему многие годы готовился. Практическое воплощение моих ненаучных теоретических познаний, педагогики и мое рвение часто пугали жену. При появлении дочери у меня зародилась мысль о необходимости ее крещения, которая стала более настойчивой, когда дочери исполнилось два года. Интересно, что даже жена на этот раз согласилась с крещением дочери. И вот в нашем доме появляется соседка по подъезду Конева Валентина Палма. Да благословит ее Господь! Она была первой вестницей о Евангелии и необыкновенном проповеднике Слова Божия Игнатии Тихоновичи Лапкини. От нее же мы узнали в очередной приход к нам о том, что на праздник Петра и Павла в озере, где-то рядом с железнодорожной станцией, под Степной, будет совершаться крещение. Чтобы уточнить расположение места, где будет крещение, я позвонил в Покровский собор, где на мой вопрос после некоторого недоумения сказали, что это там еретики-раскольники. Но мы все же решили туда поехать. В воскресенье 12 июля 1990 года на машине соседей мы поехали крестить детей. Мы с женой, нашу Настеньку, а подруга моей жены с мужем, сына Игоря. Довольно долго мы плутали по полям, пока нашли детский лагерь Стан. В лагере были несколько перестарелых людей, а остальные были на божественной литургии в лесу. Из короткого разговора с насельниками лагеря мы узнали, что крещение уже состоялось, и едва ли нас будут крестить. Здесь же я с удовольствием узнал, что Библию, оказывается, нужно читать всю жизнь, и никогда всего, что в ней написано, не узнаешь. В лагерь нас не впустили. На траве за оградой мы пообедали и стали ждать возвращения батюшки и начальника лагеря. Все здесь было необычно для нашего взора. И кельи, покрытые, обтянутые зеленоватым брезентом с красными большими крестами на дверях, и мужики бородатые с рубахами на выпуск и поисками, и бабы с необычно покрытыми головами и в длинных юбках. Сразу подумалось, старообрядцы, киржаки. Но жене все понравилось сразу, и она высказала желание пожить бы здесь с недельку. Тут я впервые увидел Игнатия Тихоновича, мужчину зрелого возраста, среднего роста, в темной рубахе на выпуске с пояском, в кирзовых сапогах, с очень озабоченным, хмурым, почти сердитым лицом и с необыкновенной силой убеждения в разговоре. Во всем видно было, что начальник лагеря хозяин положения. Это отметилось в моем сознании уже в те несколько минут, когда он приходил из леса за какой-то книгой. Через некоторое время после нашего пикника подъехали еще несколько человек на мотоцикле с люлькой. Среди них был ребенок и женщины в трико и рубахе, завязанной на животе. Они тоже намеревались крестить ребенка. По возвращении из леса, после литургии, батюшки отца Наума, Игнатия Тихоновича и нашей соседки Валентины Павловны начались переговоры. С приехавшими на мотоцикле разговор начался только после того, как женщины немного привели себя в порядок, но им было отказано в крещении. Нас же допустили до крещения только благодаря ходатайству дорогой Валентины Павловны и, конечно, по милости Божьей. Как теперь мне ведомо, что в очах Божьих нет ничего случайного, так и в тот знаменательный для меня и моей семьи день не было случайностью, то обстоятельство, что именно ко времени крещения нашей дочери Насти из Красноярска приехал в лагерь стан Владимир Сергеевич Кузнецов, руководитель съемочной группы филиала Свердловской киностудии документальных фильмов. Нам довелось войти в кадры фильма «Пречувствие». Как бы хотелось сохранить честь, которую удостоил нас авансом Господь. Этот фильм занял первое призовое место на международном кинофестивале «Золотой Витязь» в городе Нависад, Югославия, в 1993 году. Крещение проходило на Дальнем Потеряевском озере. Был жаркий, почти безоблачный день. Крещение по полному чину продолжалось очень долго, как нам показалось. Дочь все время была у меня на руках. Она была очень неспокойна. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее удерживать. После крещения была беседа исповедь с отцом Наумом. Навсегда у меня останется великое чувство стыда за ту, так называемую, исповедь. Такой я хороший, в кавычках. Ну просто идеальный был в моем воображении. Только что, может быть, подправить надо было меня, но самую малость. Запомнились слова отца Наума о том, что нужно «прилипиться» к Богу. Нужно войти в общество верующих людей, чтобы жить по Слову Божию. Теперь нужно ходить в храм на богослужение и причащать наших детей. Там же Игнатий Тихонович в краткой беседе ориентировал на создание в нашем сознании авторитета Слова Божия. Показал тяжко-болезненное состояние московской патриархии. Посоветовал прочитать статьи А. Нежного в журнале «Огонек». В понедельник после работы я уже был около дома Игнатия Тихоновича Лапкина на улице Никитина, 147, где продолжала свою работу съемочная группа. Попытался подняться на второй этаж, но был остановлен хозяином. Мне было позволено слушать и смотреть, как записывают беседу с отцом Наумом. С жадностью я слушал и смотрел, чувствуя душой, что прикоснулся к чему-то великому, истинному, чего давно искал. В больничной библиотеке нашел нужные набера «Огонька». Прочитанное о московской патриархии было шокирующим для меня. Тем не менее, в следующее воскресенье я настойчиво повез дочь в храм, чтобы на литургии причастить ее, как велел отец Наум. Так я, наверное, впервые после моего крещения в городе Рубцовске в 1947 году оказался в храме. Ощущалась неловкость от незнания, как вести себя в храме. Хорошо, что рядом была Валентина Павловна. По воскресеньям я стал регулярно возить дочь в храм на литургию. А по возвращении Игнатия Тихоновича из детского православного лагеря Стана с сентября 1990 года я стал посещать занятия по изучению Библии в Святоотеческом толковании, в Барнаульском педагогическом институте, а затем в Алтайском государственном университете. На занятиях я сидел с открытым оком, душой и ртом. Всякое слово входило в меня, вызывая ранее неизвестное чувство благости. На вопрос ближних «Ты что, хочешь стать верующим? Христианином?» Я твердо ответил «Да». Здесь я впервые нашел чистый источник воды живой, от которого трудно оторваться, если прежде жаждой был долго томим. Причем слышанное настолько переполняло, что невозможно было молчать. Была почти непреодолимая потребность вещать слово Евангелие окружающим, ближним. Далеко не все и сразу принимали его. Испытывая внутреннюю и внешнюю борьбу, продолжал ходить на занятия и в Покровский храм, на литургии. Помню, той же осенью первый мой разговор с Игнатием Тихоновичем на зеркальной фабрике, где он работал сторожем. Он, разговор, был настороженным, напряженным, довольно холодным, оставившим чувства, нет, не обиды, а скорее моего собственного недостоинства. На мой вопрос о возможности христианину работать патологоанатомом был ответ с указанием на место в Библии. Число, 19 глава, 11 стих. «То прикоснется к мертвому телу какого-нибудь человека, нечист будет семь дней». Это тоже меня довольно огорчило. Но я тут же внутренне стал настраивать себя на перемену медицинской специальности. Особенно памятен по весеннему теплый январский день 1991 года, когда в квартире Игнатия Тихоновича на улице Никитина, 147-1, собрались чуть больше десяти человек, и среди них Николай Олегович Шевченко, сосед Лапкиных, Валентина Павловна Конева, Алевтина Пантелеевна Петеримова, Гладких Антонина, я, моя мама Мария Федоровна, Надежда Андреевна, моя сестра Шубина Зоя, наша соседка Таисия Григорьевна. На этом собрании православно верующих в уютной домашней обстановке решался вопрос о создании крестовоздвиженской общины. Николай Олегович зачитывал положение устава общины. Игнатий Тихонович пространно их комментировал в свете Слова Божия. Затем мы единодушно голосовали за образование общины православных христиан и за принятие устава общины как основы общины жизнедеятельности, о чем каждый из присутствовавших под протоколом собрания подписался с указанием своих паспортных данных. Занятия по Библии в Алтайском государственном университете были настоящим праздником души. Удивительно, но каждое слово было обращено конкретно ко мне. Кроме Библии, цитировал Игнатий Тихонович жития святых, события из художественной литературы на библейские темы. Для меня по-новому зазвучали шедевры живописи, которые мы рассматривали на занятиях. Все упоминавшиеся Игнатием Тихоновичем на занятиях художественные произведения, все, то есть все произведения, я находил в библиотеке и почти проглатывал, в кавычках. Слово Божие нас, слушателей, тесно объединяло в общество истинно верующих людей, готовившихся принять крещение. Весной закончился первый год занятий. В памяти моей хранится теплое воспоминание о первой встрече с дорогим батюшкой Иакимом. Встреча эта была после очередных занятий на крыльце входа в АГУ, Балтайский государственный университет, на улице Димитрова, 66. Отец Иаким возвращался из поездки в Германию к владыке Марку, о чем он нам и рассказал, а затем ответил на наши вопросы. Батюшка был в камеловке вишневого цвета, осеннем пальто поверх облачения, и виден был крест на груди, и внешний вид, и простая манера беседы все располагало к открытому, но не подобострастному общению. Подумалось, вот таким и должен быть настоящий священник. Через короткое время отец Иаким уже начал строительство первого дома, возрожденной ныне деревни Потеряевка, а Игнатий Тихонович трудился в детском лагере Стане. В нашей семье 6 июня 1991 года родился сын Никита. Вскоре в Барнауле проездом в Потеряевку оказался отец Наум Борщуков, который прямо у нас в квартире крестил нашего сына. А 12 июля того же года на озере в Потеряевке приняли крещение сестра Надежда и племянник Вадим Поповы вместе с другими слушателями курса по изучению Библии в Алтайском государственном университете. Так стала прирастать наша община. Мы продолжали с осени до весны ходить на занятия по Священному Писанию, на субботние, воскресные и праздничные богослужения в Покровский собор, а позже стал приезжать наш батюшка, и богослужения иногда, а потом все чаще стали проходить в квартире Игнатия Тихоновича на улице Никитина. Очень жаль, что сгорела эта квартира. Так много связано в воспоминаниях моих с этим местом. Здесь я учился живому общению с Богом. Здесь всегда была особая атмосфера сочетания строгой дисциплины, порядка, присутствия величия Божия и радостного братского христианского общения. Здесь зародилась и развивалась наша общинная жизнь. Года два было как-то все очень гладко и хорошо. У меня, прости Господи, даже возникла тогда мысль о том, что не может сатана долго оставлять нас в таком мирном положении. И со временем вообще не началось брожение. Нежелание подчиняться уставу, дисциплине, появились философические умствования с отпадением от церкви, уходом в мир, в ереси, уходом из общины. Отпавших не одинаково всех, но по-разному жаль. Одни ушли как-то незаметно. Потеря других и до сих пор соднит болью в сердце. Но пока они живы, у всех есть возможность искреннего, деятельного покаяния и возвращения на спасительный узкий путь. Нужно лишь бодрствовать всегда, чтобы не запутаться в сетях лукавого льва, не вопрошать постоянно, а любит ли меня здесь. Если только этот вопрос одолевает, а не другой, искренне ли я люблю ближних своих, то душа такая близка к смерти. Истина. Ценно для каждого лишь то, во что вложено много труда, пота, сердца, преодоления своего ленивого «я». Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, Заболоцкий. Лишь деятельная вера и жертвенная любовь сопряжены с самой блаженной надеждой. Ведь Господь говорит нам «возлюби ближнего своего», что уже само по себе предполагает жертвенную деятельность нашей любви. «Многожды Господь Иисус Христос призывает нас быть побеждающими, и к побеждающему обращено Его непреложное слово «обетование». Откровение, 2 глава, 7 стих. «К побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Откровение, 2 глава, 11 стих. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Откровение, 2, 17. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение, 2 глава, 26 по 28 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и дам ему звезду утреннюю». Откровение, 3, 5. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами его». Откровение, 3, 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога Моего и имя Града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое». Откровение, 3, 21. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, не отними у всех отпавших этот шанс вернуться к истине, не дай погибнуть, а нас упаси, Боже, чтобы не оказаться вне спасительного Твоего ковчега. Утверди нашу веру, помоги быть побеждающими, чтобы обрести Твои обетования. Аминь. Вот уже 15 лет минуло со дня образования нашей крестовоздвиженской общины. Да благословит Господь преизобильно батюшку Иоакима, Игнатия Тихоновича, всех братьев и сестер. Как бы хотелось, чтобы все мы обрели спасение в вечности, оглядываясь вокруг и вижу, а не оправдаться мне в день судный пред Творцом, потому что сверх той великой заместительной жертвы, принесенной за меня, Он поместил меня еще сюда, в эту общину, где есть все для удовлетворения любых запросов на пути ко спасению. И церковная дисциплина, и неподдельная братская любовь, и нелицеприятное обличение, и занятия по Слову Божию, и уже многочисленные тома открытым оком, и живые, горячие, побуждающие совесть, злободневные, исполненные любви к нам, проповеди Иглы, нашего старосты, брата и друга. И как можно не благодарить Иисуса Христа за то, что у нас есть оба, и отец Иаким, и Игнатий Тихонович, так взаимно дополняющие друг друга, а сверх того еще и владыка Евтихий, который теперь явно к нам благоволит. Да дарует им Господь многое лето и спасение в вечности. Казалось бы, ну чего еще мне желать? Но человеческие желания неуемны. Великая у меня печаль о детях моих и детях братьев наших. Как их воспитать так, чтобы максимально уменьшить пагубное влияние мира сего? Чтобы были возрожденными, искали и нашли своего Спасителя, Иисуса Христа, чтобы на страшном суде смог сказать «Вот я и мои дети». Мечты. Хорошо бы для детей нашей общины создать свой христианский православный садик, а то и школу. С низким поклоном взываю ко всем читающим эти строки. «Воздохните о моих детях, как и я, крещенных в младенчестве. Помолитесь к милосердию владыки, чтобы он вселил в них свой страх, Господень, как и меня нашел бы их, где бы они ни оказались, влекомые прелестями мира сего, дабы они не погибли. Спасибо, Христос, за ваши святые молитвы». 11 февраля 2006 года. Яковлев Виктор Андреевич. Телефон в Барнауле 68 49 31. Второзаконие, 4 глава, 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Лука, 15 глава, 8 стих. «Или какая женщина, имея десять драхам, и если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?» Стихотворение. Себя увидеть, сразу осознать по признакам душевным, настроению. На лбу челе какой поставлен знак, воспользовавшись только на сугробах тенью. То внешнее телесное не мы, к кому привыкли за столом в постели, нам эта хижина на время и взаймы, как распознать цветы по кучке пепла. У человека тело есть, и есть еще душа, все, что касается ее, под сто вопросов. Мы одеваем тело по погоде и тратимся на обувь по нужде, выбрасываем ставшее негодным от солнца, от ветров и от дождей. А как душа, и каково ей в нас с испорченными зрением и ушами? Как отражается на ней прибоя страсть? Быть может, с юности приходится ей шамкать? Лишь изредка по праздникам большим тревожно радостно и нежно встрепенется, когда слабее на нее нажим напомнит о себе, что мы родные сестры. Ей назначение быть телу госпожой в хромине теле до уреченных сроков. Живое тело названо душой, а без души и в теле мало проку. С душой бессмертной трудно говорить, она ни к нациям, ни к расам несоотносима. Ей ближе только может быть еврей, хотя привычно остается мимом. Забыв о теле, погружаясь внутрь, закрыв глаза в молитве на природе, для тела к просвещению сон мы бурь, а души зрят себя, когда тела во гробе. 14 февраля 2006 года Игла Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Игнатий Тихонович, что? Я что-то не понял вот тут. Мимо это человек, который руками показывает, без слов. А, ну-ну-ну. Машет руками мимо. Мимик. Есть такие сцены, только мимо, мимикой. Ну-ну-ну, понял, мимикрия там или как это? Ну, это душа и тело. Между ними вот такое соотношение. Ты видишь, в каком напряге все? Ну, да. Ну, это надо толковать, толковать. Ладно. Толковать, третьего разгона, только поймешь, о чем написано. Я сейчас смотрю и устрашаюсь даже. Это не мое. То есть, это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова